приветствуем вас на нашем канале сегодня говорим о таких людях которых снималось миллион видео различных передач об экстрасенсах или как они себя называют еще как телепаты и в общем такие люди с точки зрения физики то есть оказывается есть люди которые этим занимались которые рассказывали на самом деле что происходит и писали даже об этом книге но почему-то это никак не освещалось и уже было мало интересно вот чудеса любят все когда рассказывают как же собственно не это делают все эти фокусы уже не так интересно почему-то но нам кажется важно об этом знать чтобы зря не придумывать себе каких-то кумиров после того как я развенчивал историю с пептидами коллагена которые приводят мгновенному омоложению всей кожи и появлению восхитительной кожи как у младенца посыпались отзывы причем многие из них были весьма отрицательные мне объясняли что ученые давно доказали что нанесение маленьких кусочков белков на кожу мгновенно залечивает дефекты длинных белковых молекул это же очевидно как вы не понимаете ученые доказали то есть такие доводы которые должны по ним доказать показать что ты дурак ты ничего не понимаешь вот на самом деле все совсем иначе ведь всего за 500 рублей можно приобщиться к тайне омолодить себя превратиться в юную девушку которая будет жить еще 200 лет всего 200 рублей и тайна у тебя в кармане но суровая правда она немножко другая при анализе того как эволюционируют бог белки в организме в частности коллаген ученые в общем-то выстроили всю историю белков в организме они синтезируются из аминокислот которые в виде именно отдельных маленьких молекул поступают из желудочно-кишечного тракта получаются они в результате расщепления белков которые мы съели дальше специальная хитрая конструктор молекулярная конструкция сплетает длинную длинную молекулу например будущего коллагена одну аминокислоту за другой следуя генетической программе это очень сильно напоминает метод вязки носков для того что мы сейчас можем порезать чужой коллаген на кусочки приложить его к коже и он вас растется с нашим драным старым она к сожалению иллюзия это вот так же как дыру в носке лечить путем мы и скрашивания нового носка и прикладывания его к старому не срастается но по крайней мере такие механизмы пока неизвестны есть довольно медленный не очень эффективный и не везде работающий механизм не регенерации а создания молекул коллагена которые вырастают на поврежденном месте такое есть она механизм медленный не всегда эффективный и сильно тормозящийся с возрастом поэтому когда вам кажется что очевидно вот ученые доказали подумайте что ученые 500 лет назад очень устойчиво доказывали что земля плоская вокруг нее на небесной сфере ангелы катают солнце ночью перекатывать его обратно одним катать его как раз с востока на запад это было настолько очевидно то есть глазами видно очевидно что никто в этом не сомневался ученые вполне спокойно это доказывали но по мере того как наука развивалась появился научный метод познания он отличается от веры тем что результаты научного мета они хорошо воспроизводятся не позволяют делать следующие шаги но научный метод познания он требует вовлечения в саму методологию он требует усидчивости знаний глубокого погружения в процесс а большей части обычных людей это не интересно интересно чудо вот интересно как например у папы карла за ширмочкой была дверь волшебную страну у алисы была маленькая дверца куда залезаешь из обычного мира а там сказка вот верить в такие штуки она очень приятно и хорошо а скучные какие-то формулы пробирки термостаты и прочие субстрат ну это скучно неинтересно и мало кому понятно вот купить за 500 рублей баночку с волшебным кремом это вот так но это прямо мастер маргарита намазался и полетел вас тоже не отказалась а что это уже за я за только за к сожалению так работает хотя конечно есть масса специалистов которые вам предлагают тысячи баночек за те же 500 рублей ну почти полетишь но по крайней мере если поверить то почти летишь но вот другим примером подобной веры в сказку была очень популярная в ссср ну и сейчас во многом вера в экстрасенсов они появлялись на каждом шагу люди которые умели делать чудесные вещи они читали руками роза кулешова причем не если слепые читают брайль прикасаясь то роза кулешова читала слова в закрытом конверте которым ничего не видно и действительно совпадала да 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 действительно читала то есть тут достоверно угадывала читала она достоверно читала другие люди занимались телекинезом то есть усилием воли передвигали предметы ну народная молва естественно рассказывала что они на тысячи километров своим дальнодействием заставляли дверь двигаться предметы ну реальные демонстрации показали что не передвигают предметы прямо перед собой но действительно передвигать во время ремонта наверное очень удобно да не вызывать бригаду который будет двигать мебель да это сразу бригаду телекинезеров вызываешь они даже не выезжают они прямо из офиса они на расстоянии да 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 очень удобно да в общем чуть-чуть надо и вот волшебные вещи но читали мысли понятно это каждый второй но карты угадывали я таких видел мы как-то был на корпоративе где пригласили фокусника из циркового училища совершенно очевидно было что человек в майке с короткими рукавами доставал колоду карт просто из воздуха но это было настолько очевидно то есть я видел своими глазами как он доставал колоду карт прямо вот тут одним таким движением длинных рукавов нет спрятать нет все совершенно очевидно и понятно что простой обыватель понимает что на заводе по производству карточных колод сидят такие же молодые люди и выкладывают просто по одной колоде на конвейер это очевидно а вот скучное разоблачение о том что там спрятана нота на стыльной стороне ладони что он вот так вот удерживает эту колоду это скучно никому не интересно но экстрасенсы 80-е колоды множились как тараканы и дошло до руководства в частности до партийного руководства дошло дошла история с джунной давиташвили это известная целительница которая наложением рук лечила всех до вплоть до высшего руководства все подряд болезни да все подряд ну скажем так помогала вот различие между лечила и помогала мы как-нибудь разберем позже это очень принципиальный огромный вопрос который сводится как раз ко всяким гомеопатическим и прочим вещам то есть кошка помогает и антибиотики лечит да вот кошка помогает она вот ложится на брюхо сразу так хорошо а глупые таблетки это скучно ну так вот и в начале 80-х руководстве страны возникла мысль которая подтвердилась желанием института радиоэлектроники академии наук разобраться что такое вот эти самые экстрасенсы которые действительно помогают и действительно джуна давиташвили лечила множество известных людей есть тысячи фотографий и и самыми разными известнейшими людьми которым она действительно помогала то есть про это были написаны десятки тысяч статей а сколько снято сколько снято репортажей сколько документальных фильмов сколько разговоров было разговорено на лавочках старушками о том что вот есть такие волшебные экстрасенсы которые чего только не делают ну и в институте радиоэлектроники собралась лаборатория под руководством эдуарда годика который взялся разобраться с этими самыми экстрасенсами да кинули клич и попросили проявиться настоящих экстрасенсов как-то толпа рассеялась никто почему-то не захотел у физиков проверяться да но в общем тем не менее выцарпали нескольких и нескольких самых отъявленных и стали их внимательно пытать электричеством ну на самом деле лаборатория называлась совсем иначе лаборатория исследовала физические поля живых организмов то есть с точки зрения существующей существующих знания нашего о мире предстояло разобраться а что человек излучает и что он может почувствовать то есть каким образом та же не нель кулагина двигала предметы ну и постепенно картина стала проясняться я почему так подробно это знаю мои однокурсники работали в этой лаборатории и я много общался и был у них и поэтому видел многие вещи изнутри когда не нель кулагину которая занималась телекинезом двигала катала баночку от аэрозоля пачку сигарет двигала руками издалека начали исследовать она проявила еще множество разных способностей накрутила стрелку компаса она отклоняла лазерный луч ну в общем сказка но любопытство ради и пригласили к нам в общежитии выступить перед студентами а вот у нас в нижнем клубе в общежитии она выступала набился набился полный клуб наверно под 100 человек ну и выглядела это как тетя немолодая положила на подставку лист оргстекла положила несколько предметов и начала совершать пассы она не сразу пошло но минут через двадцать предметы начали двигаться то есть она усилием воли двигала катала баночку от аэрозоля какие-то предметы притягивались к рукам какие-то отталкивались но циничные физтехи уже приблизительно через полчаса все поняли но конечно тапками не кидали гнилыми помидорами не обижали бедную целительницу и физики довольно быстро разобрались и в общем стало скучно на физтехи на третьем курсе курсе общей физики есть большой экзамен по курсу общей физики там предлагается изобразить какую-то экспериментальную работу вот после этой демонстрации почти каждый год появляют появлялись суденческие работы с демонстрацией эффекта телекинеза нинель кулагиной с расчетом тех полей которые возникают в ее работе ну действительно сказалось довольно тривиально она была одета в махеровом свитере и руками натирала лист оргстекла лист оргстекла клался якобы для того чтобы показать что ничего нету никаких нитей там но кроме того он служил прекрасным источником статического электричества и на ней собирался заряд в несколько десятков киловольт и создавалась довольно сильное электрическое поле которое она и электрически отталкивала и притягивала различные заряженные предметы то есть в общем эффект был достаточно очевидный то есть ребята физики это потом демонстрируют все тоже самое делали обычные студенты без всякой чертовщины просто электростатический эффект почему-то не снимали ну да это уже было неинтересно потому что но тривиальный эффект открытый там 500 лет назад когда греки заметили притяжение сухих листьев кусочку янтаря натертому натертого шерстью но это было тоже самое электростатическое взаимодействие но здесь это просто было крупнее явнее заметили поняли что и как когда увидели первых расстояние характерные когда увидели махеровые шерстинки торчащие во все стороны под действием электрического поля и когда приблизительно через час из-за возрастания влажности в помещении за присутствие большого количества народу эффект спал спал в ноль ну то есть она рассказала что ее магическое не магическое как-то ее так не помню как она чрезвычайные способности и экстрасенсорные способности они истощили ее энергетику но на самом деле просто из-за высокой влажности статическое электричество разрядилась только и всего но и эти эффекты да и стали подробно исследовать уже в лаборатории эдуарда и манууча годика ну все про электростатику повторилась на все сто процентов отклонение луча лазера оказалось довольно интересным эффектом в напряженной ладони с очень толстой сухой кожей возникали капельки пота которые накапливались в слое кожи и при сильном напряжении мышечном ладони из кожи вылетали заряженные капельки очень агрессивного пота с большим количеством химических веществ когда они пролетали через луч лазера они рассеивали свет и фотоприемник который стоял рядом регистрировал вспышку на меня вспышечку вызванную вот этой капелькой пота прикладывала приближала свою руку капельками поток чужой руке то особенно к чувствительным ее частям типа тыльной стороны ладони или предплечье то капельки пота химически довольно агрессивного тут же чувствовались на чужим человеком как ожоги рассказывалось что она наносит ожог просто поднося руку ну да она умела таким образом в агрессивного пота вызывая легкое раздражение ну вот этот пример показывает что людям приятно и интересно верить в сказку а вот такие простые и объяснение уже не интересно дело в том что про вот этот телекинез были десятки тысяч статей а исследования годика они закончились вот такой скромной книжечкой изданный тиражом в пять тысяч экземпляров которую в общем мало кто знает и статей к статей и рассказов об этом осталось очень немного хотя лаборатория до сих пор существует исследует продолжает исследовать именно физические процессы связанные с живыми организмами то что другие называют волшебными да то что другие называют экстрасенсорными волшебными чудесными и так далее достаточно интересная была работа связанная с розой кулешовой она проводила рукой над конвертом в котором был запечатан крупный текст ну действительно крупный текст или геометрические фигуры и почти безошибочно определяешь там лежит нарисованный треугольник или читала заголовок газеты правда и отличала их и от известий но это когда на первый взгляд казалось чудом но когда стали разбираться и засняли всю эту картину в инфракрасном свете тогда как раз появились хорошие тепловизоры с высоким высокотемпературной чувствительностью оказалось что проводил вот так вот пошевеливая рукой над текстом она прогревала внутренние слои бумаги и когда ладонь отходила внутренний текст остывал скорость его остывания была пропорционально темности бумаги и на тепловизоре хорошо было видно что на поверхности конверта возникает тепловой рельеф строго повторяющий текст нарисованы на внутреннем листе хорошая чувствительность кожи температурная позволяла розе разрешать вот эту небольшую картину вызванную тепловым контрастом ну слепые довольно быстро научиваются чувствовать руками очень небольшие непривычные не недоступны обычному человеку тонкости температуры тактильной неровности и вот у нее вот этот температурная чувствительность была очень высокая поэтому она довольно быстро научилась читать этот текст то есть в общем никаких чудес там не было был довольно тонкий красивый физический эффект стали разбираться с джунной давитошвили тут было совсем интересно тем же тепловизором увидели у нее интересный эффект она чувствовала в на поверхности тела зоны отзывающиеся на ее тепловое воздействие когда мы подносим руку то поверхность под нашей рукой прогревается но на несколько десятых градусов и если мы подносим руку к другому организму то этот организм чувствует это и в каких-то случаях сознательно в каких-то случаях бессознательно реагирует на это ну в частности вы просто подносите теплую руку на небольшое расстояние к чужой коже кожи чувствует тепло и капилляры расширяются кожи чуточку краснеет вы чувствуете тепло но в большинстве случаев этот эффект он бессознательный и на поверхности организма есть зоны повышенной чувствительность так за мы зоны захарий нагеда которые известны уже лет сто одни связаны с зонами используемыми при иглотерапии при рефлексотерапии так называемых ну там я могу долго рассказывать про эти биологические эффекты они не до конца понятны но сводится они к тому что если воздействовать на эту зону небольшим небольшой небольшим воздействием то сигналы поступающие в спинной мозг через их сигналы от сенсоров кожи они как бы перепутываются сигналами нервов проходящих рядом то есть например есть зона захарий нагеда которая связана с сигналами от почек вы греете зону на спине организм думает что этот сигнал проходит исходит из почек в результате у вас расширяются сосуды капилляры не только на коже но и в почках улучшается и кровоснабжение интенсифицируются иммунные процессы и таким образом воздействия прижиганием иголками прогрева корол локальным прогреванием на вот эти специфические зоны можно стимулировать кровоснабжение или какой-то интенсификацию обмена совершенно других органах которые связаны тем что просто нервы от этих органов и нервы от этих зон проходят вместе через отростки в спинном мозге простейшая модель механизма работы вот этих зон рефлексотерапии возможно она сложнее устроена но вот наши знания не такого порядка так вот джона давитошвили чувствовала вот эти зоны отзывающиеся быстро отзывающиеся на реакцию реакции на ее подогрев и начинала интуитивно раскачивать температуру в этих зонах температура начинала колебаться до предельных предельных значений вот это в общем-то не боль очень небольшое воздействие на несколько десяток градусов удивительно но она давала очень большой эффект в с точки зрения рефлексотерапии то есть по сути это та же рефлексотерапия но не иголками или прижиганием а температурным воздействием просто температура возить она входила в резонанс с колебаниями температуры вызвана вот этим сам рефлекторным механизмом капиллярного расширения капиллярных сосудов и раскачивала его до предела удивительно но один из физтехов которые работал в этой лаборатории довольно быстро научился делать то же самое и под контролем видео тепла к тепла камеры тепловизора делал то же самое ну правда он не рекламировал себя как известный целитель и о нем не сняли 10 тысяч чудесных видео но в общем это получается что это такая биологическая особенность данного человека которую действительно можно в принципе использовать для каких-то не очень контролируемых но действительно работающих эффектов типа рефлексотерапии ну поэтому эффект есть эффект понятен ничего чудесного такого экстрасенсорного там нету есть над чем работать по-своему интересно но вот эти выводы они никому не интересны вот профессиональная косметика которая вполне ограничена в своих возможностях она никому особо не интересно интересно купить его яркую баночку у которых которые рассказали так сказать ученые получившие деньги от косметической фирмы о том что у вас наступит вечная молодость когда вы потратите 7000 рублей на это волшебное средство или пойти в соседнюю косметическую контору которая купила новую ультразвуковой лазерный радио радиочастотный какой-то еще прибор для того чтобы вас омолодить ну эти мечты они были пятьсот и тысячу лет назад почитайте русские сказки про молодильные яблоки волшебные бочки в которых надо было купаться чтобы вынырнуть оттуда юные красивые ну такие мечты они всегда были всегда будут и старайтесь трезво подходить к этому вера она хороша но для практической жизни все-таки иногда нужно трезво взглянуть на реалии вот история с экстрасенсами это как раз иллюстрация такого трезвого взгляда на казалось бы чудесные волшебные способности организма да что то есть но оно вполне мирское и она не настолько чудесно чтобы перевернуть наш мир огромное спасибо я напоминаю это только наше мнение мы не претендуем на истину в последней инстанции в любом случае надеемся что наша информация была полезной мы желаем вам удачи и конечно же будьте благодарны за то что имеете пока